МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Итоги и главные проекты года. Председатель Саровской городской думы Антон Ульянов провел пресс-конференцию. Билет в будущее. Кванториум объявляет набор школьников на бесплатное обучение. Болеем за наших. Хоккейный клуб Саров приглашает болельщиков на домашний матч. Далее расскажем обо всем подробно. Чем запомнился депутатам уходящий год? Удалось ли наладить работу в новом созыве? И какие проекты запомнились больше всего? Председатель Саровской городской думы Антон Ульянов на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов и подвел итоги 2021-го. Сработались за год. Так отозвался о новом составе Саровской думы ее председатель Антон Ульянов. Он отметил, что уходящий 2021-й был непростым для депутатов, но при этом весьма эффективным. Среди самых важных думских решений Антон Сергеевич выделил согласование текста меморандума о сотрудничестве. Документ этот, напомню вам, он составлялся и основан на принятых национальных проектах, национальных целях, но на стратегии развития Нижегородской области. И вместе с тем, это такой народный документ, который разрабатывался при участии достаточно большого количества людей. Разрабатывался он в течение года. В феврале Дума приняла решение о возможности заключения консессионного соглашения в отношении Горводоканала. Вопрос этот обсуждали несколько лет, и консессия рассматривается как один из финансовых инструментов реконструкции коммунальных сетей. Реконструкция сетей нужна. Это и в администрации, и в Думе это понимают. Консессия, как один из инструментов решения этого вопроса, сегодня у нас лежит на столе. То есть решение Думы принято. Мы можем его использовать. Будет ли консессионная инициатива до конца года? Я такую возможность не исключаю. По словам Антона Ульянова, есть четкое понимание, какие требования необходимо предъявить потенциальному консессионеру. Во-первых, его программа должна исходить из минимизации нагрузки на горожан с точки зрения тарифов. Во-вторых, еще на бумаге должны быть оптимизированы работы по реконструкции сетей. Ну и в-третьих, консессионером может стать компания ответственная с соответствующим опытом и репутацией. Еще один вопрос уходящего года – присоединение северных территорий. Новые границы города в своем указе летом обозначил президент Владимир Путин. Но пока о развитии новых территорий речи не идет. Сейчас разрабатывается генплан города. Разрабатывает его специальный проектный институт в Нижнем Новгороде, занимающийся агломерациями, развитием территорий. У генплана такая достаточно сложная процедура утверждения. Пока генеральный план не утвержден, вообще нет никаких юридических оснований заниматься северными территориями. По прогнозам, генплан должны утвердить к концу 2022 года. И только после этого город займется обсуждением того, как будут развиваться северные территории. Также на итоговой пресс-конференции Антон Ульянов рассказал, что горожане стали чаще обращаться к депутатам через сайт Думы и по телефону. А вот письменные обращения приносят все реже. Главные вопросы народным избранникам касаются сферы ЖКХ и трудоустройства. Но и нередко, по словам председателя Думы, люди звонят просто за сочувствием. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года приняла во втором основном чтении Госдумы. Законопроект предусматривает механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, которые были построены на государственных муниципальных землях до вступления в силу градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года. И одновременно на земельные участки, на которых они расположены, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, инициатива позволит дополнительно защитить права граждан, которые получили в наследство имущество, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться дачной амнистией, подчеркнул он. Роскачество признало более 80% красной икры некачественной. Для сравнения, в 2018 году с нарушениями обязательных требований оказалось 31% проверенных торговых марок. Также в Роскачестве отметили, что один и тот же производитель может выпускать для одной торговой сети качественный продукт, а для другой – нет. Специалисты советуют внимательно изучать этикетку, читать состав и обращать внимание на малозаметные указания в маркировке. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На 4,4% вырастут коммунальные платежи в Сарове с 1 июля следующего года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о предельных индексах роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2022 год. Рост в 4,4% коснется почти всех населенных пунктов региона. Исключениями стали Бор и Арзамас. Там предельные индексы установили в размере 4,6 и 4,9% соответственно. Законопроект о ежегодной предновогодней выплате всем пенсионерам разработали в Госдуме. Ее предлагают установить в размере пенсии, которую получает гражданин на дату предоставления ему выплаты. По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, предновогодние выплаты должны стать ежегодными. Единый государственный экзамен для учащихся 11 классов в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля. Основной государственный экзамен для девятиклассников с 21 апреля по 2 июля. Соответствующие приказы Минпросвещения и Рособранадзора опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Для выпускников девятых классов предусмотрен досрочный период, он начнется 21 апреля. Основная часть выпускников начнет сдавать ОГЭ с 20 мая. Для тех, кто не справится с экзаменом, предусмотрены резервные дни для пересдачи, в том числе в сентябре. Досрочный период ЕГЭ начнется с 21 марта. ЕГЭ для основной части школьников с 26 мая. Выпускники будут сдавать экзамены в обычном формате, без удаленки. Возвращается и второй обязательный ЕГЭ по математике. Те, кому математика для поступления не нужна, смогут сдать предмет базового уровня. Всемирная организация здравоохранения может одобрить «Спутник Ви» в первом квартале 2022 года. Об этом заявил руководитель Европейского регионального бюро организации. Тем временем в центре Гамалеи разработали модификацию вакцины «Спутник Ви» против омикронштамма коронавируса. Как рассказал в эфире телеканала «Россия-24» директор центра Александр Гинсбург, она проходит первый этап клинических испытаний. Он также отметил, что первые данные об эффективности вакцины «Спутник Ви» против нового штамма «Омикрон» могут быть получены уже на следующей неделе. Освоить новейшие технологии, научиться работать на профессиональном оборудовании, применять полученные навыки для создания собственных проектов под руководством наставников. Детский технопарк «Кванториум Саров» объявил набор на бесплатное обучение. Подробнее об инженерно-технических направлениях расскажем далее. 3D-принтер и лазерный гравер 3D-ручки. Здесь идеи обретают материальную форму. Хай-тек считают сердцем «Кванториума». В этой высокотехнологичной лаборатории можно изготовить любую необходимую деталь для проектов других квантумов. Обучение в хай-тек-цехе позволяет ребятам узнать и понять, как создаются те вещи, которые их окружают. Именно мы изучаем программу «Компас», в которой мы работаем, создаем 3D-модели. А потом мы уже либо их печатаем, либо вырезаем. Я хожу уже, получается, первое полугодие. У нас начинается проект. То есть вот уже в конце декабря на сдача проекта, а именно диорамы. Там мы использовали различные материалы, такие как пластик из 3D-принтера и фанера, на которой мы вырезали как раз детали. Дизайнер виртуальных миров, интерактивных интерфейсов, художник-программист. Азы этих профессий будущего осваивают ребята из VR-квантума. На IT-направлении квантарианцы изучают современные языки программирования, знакомятся с искусственным интеллектом. Эти ребята не понаслышке знают, что значит быть атишником. Еще одно основное направление – промробо-квантум. На начальном уровне занимаются программированием на лего, на углубленном программированием на микроконтроллере. А уже на проектном модуле вы работаете с манипулятором, с немецким роботом. И в процессе обучения на каждом из этих модулей ты создаешь какой-то проект. В кванториуме открыто 7 основных инженерно-технических направлений, а также 3 дополнительных – математика, английский язык и квантошахматы. Набор на бесплатное обучение уже идет. В кванториуме 3 модуля – это водный, углубленный и проектный. А так как ребята с водного модуля переходят в основном на углубленный, поэтому водный освобождается, на который, в принципе, мы и приглашаем учиться всех детей, которые находятся в Сарове и в ближайших районах. Узнать больше о направлениях кванториума можно будет на дне открытых дверей 18 декабря в 13 часов. Предварительная запись обязательно. Оставить заявку можно по номеру плюс семь девятьсот десять восемьсот семьдесят пять двадцать пятьдесят четыре. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Седьмая классная встреча в рамках проекта российского движения школьников состоялась в Сарове. Гостем активистов городских союзов «Сияющие звезды» и «Статус» стала руководитель волонтерского отряда Саровского медицинского колледжа Екатерина Вилкова. Подробности далее. Волонтерство – настоящий тренд нашего города. Например, добровольческий отряд «МИК» Саровского медицинского колледжа организовывал сбор корма животным. А также во время пандемии студенты помогали врачам в больнице, следили за выполнением антиковидных мер. О деятельности этой организации на классной встрече рассказала Екатерина Вилкова. Лидера волонтерского отряда «Милосердие и гуманизм». «МИК» выиграл сертификат победителю в молодежном форуме «Время выбрало нас». Ребята планируют реализовать проект «Умей помочь». Как приступить к сердечно-легочной реанимации, как ее правильно оказывать, как психологически быть к этому готовым. То есть мы обучаем людей первой помощи, чтобы они не растерялись, не паниковали, а знали конкретно, как, что делать. Участники встречи – школьники. Большинство из них только знакомились с волонтерством. Однако в зале присутствовали опытные добровольцы – представители школьных волонтерских объединений. Активисты делились опытом участия в городских мероприятиях. Находились на площадке, собирали детей из школы. Нужно было выстроить непослушных пятиклассников, шаловливых четырехклассников попарно. То есть вам нужно найти подход каждому ребенку, например. Татьяна Селезнева, представитель добровольческого отряда «Волонтеры-14», впервые поучаствовала в классной встрече. Девушка рассказывала о добрых делах своей организации, которая сформировалась всего пять месяцев назад. На встрече мы обменялись опытом с другими волонтерами. И, как оказалось, мы проводим много совместных акций. Например, недавно в нашей школе проходила акция по сбору корма в приюты. В ней приняли участие огромное количество ребят, чему я очень рада. Следующая классная встреча состоится 19 января во Дворце детского творчества. Участниками могут стать школьники и активисты общественных организаций города. 18 декабря в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги Саров примет на своем льду ХК «Спартак Тумботином». О том, как наши хоккеисты готовятся к игре, расскажем в следующем репортаже. В эти выходные Саров принимает на своем льду давнего противника – ХК «Спартак Тумботина». Два года подряд команды делили между собой третье место. В 2019 году в борьбу вмешался коронавирус. А в прошлом году Саров выиграл у «Спартака» медаль за третье место. Игра обещает быть напряженной. Наши ребята расслабляться не намерены и к тренировкам подходят ответственно. Всегда готовимся. Любая команда, независимо, там первое место, турнир, таблица последняя, всегда настроимся хорошо. Лидеров, прошлогодних чемпионов, финалистов обыграли. Говорим, чтобы корону на голову не одевали, что выиграли, молодцы, и сезон только начался. Нагрузки в период тренировки наша команда распределяет дозированно. После игр темпы подготовки сбавляют, дают время ребятам отдохнуть. А к середине недели увеличивают. Непосредственно перед матчем отрабатывают уже тактические моменты. Из года в год залог хорошей игры наших ребят и достойного противостояния – поддержка болельщиков. Уважаемые болельщики, уважаемые саровчане, в ближайшие выходные будет домашний тур чемпионата области среди мужских команд Вашей лиги. Приглашаем вас всех прийти поболеть за наших воспитанников, за своих детей, за родственников. Просто получить заряд положительных эмоций. И, естественно, не забываем про санитарные нормы. Игра пройдет уже в эту субботу, 18 декабря, в 14 часов. Вход для зрителей только по QR-кодам о вакцинации или об иммунизации, без возрастных ограничений. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы. в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.